Участники Беренгии 2021, даже несмотря на то, что гонка отстает от первоначального графика, сделали плановую остановку в столице Коряки. В Палане каюром устроили теплый прием. Для участников Беренгии подготовили концертную программу и встречи в образовательных учреждениях. Подробности в репортаже Сергея Манаенкова. Александр Печень, много лет возглавлявший легендарную Беренгию, снова отправился в большую экспедицию по Камчатке. На этот раз с культурно-просветительской миссией. По пути следования гонки он вместе со своими помощниками проводит встречи в школах, библиотеках и детских садах. Они вручают детям школьно-письменные принадлежности и просветительскую литературу об истории Камчатки и главной гонке на собачьих упряжках полуострова. Как считают организаторы акции, подрастающее поколение должно знать историю своей малой родины. Кроме этого, в культурно-просветительский проект включено несколько выставок. В этом году мы везем выставку детских рисунков прошлых лет. Это около 80 обработанных рисунков, которые мы напечатали. И вот эти рисунки дети рисовали в 2006-м, даже в 1999-м. И взрослые люди, вот у нас был случай в Верхнем Харизово, там Волков Игорь узнал свой рисунок, который он нарисовал для Берингии в 1999-м году. Вечером теплый прием в зале Карягского центра народного творчества. Лучшие коллективы и исполнители дарят свои концертные номера главным героям дня, участникам знаменитой Берингии. Они в первом ряду и аплодируют артистам. А зал, в свою очередь, аплодирует им, когда каюры в полном составе поднимаются на сцену. Руководители муниципалитета вручили благодарственные письма и сувениры всем участникам гонки. Но особо отметили лидеров на этапе воем полка Полана Андрея Семашкина, Вячеслава Демченко и Валентина Левковского. Им вручили грамоты главы городского округа и ценные подарки. Премии имени Тапанана, первого президента окружной ассоциации коренных народов, учрежденную несколько лет назад, в этом году решили наградить каюра из самого северного поселка Каряки Германа Айначгина. После церемонии награждения вновь слово участникам культурно-просветительской акции. Зрители с большим удовольствием посмотрели фрагменты фильмов и передач, снимавшиеся в разные периоды и ставшие уже историей. Но ближе эти кадры все-таки тем, кто много лет выходит на старт Беренгии. Смотрю сейчас, вот это видишь, всех старых коверов тоже вспоминаешь, тоже было интересно с ними ездить. Я тогда еще молодой был, они уже возрасти такие, что-то все равно подсказывают. Сейчас уже все как, уже сам уже, начинаешь вот сыну, да, что-то поговорить. Встречи везде хорошие, везде хорошо встречают. И гонка нормальная, едем, едем, катимся, нормально. Вроде и погода там плохая, но это уже там позади. Наоборот, интересно, когда погоды такие вот, не всегда же в хорошую погоду ездят, правильно? В Полане каюры и их мохнатые друзья сделали передышку перед главным рывком, последними этапами гонки, которые будут проходить по сложным горным участкам Срединного хребта. Здесь-то и будут определяться финальные результаты Беренгии-2021. Сергей Манаенков, Николай Кокок, Вести Камчатка, Корягский округ.